Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 1412. События дня. Матфея 24, 14. И проповедано будет сей Евангелие Царствия по всей Вселенной. Восвидетельство всем народам. И тогда придет конец. За 26 октября 2019 года. Обращение о помощи, кто желает помочь. Задерживайте. Продлить, чтобы просчитать курсором. Ну, какие тут события? Что-то я не перенес. То есть, немного занялся Павел Адельгейм. Как убит был. Что принял человека. 75 лет ему было. Священник. Принял какого-то молодого человека. Три дня он у него жил. И бросился с ножом и зарезал. Никто не знает, что там было, как. Он столько перестрадал отец Павел. Заключение был. В лагере напали на него. Там комбайн этим. Там, в общем-то, отрезало ногу. Выше колено. И посмотрел полностью биографию Александра Григорьевича Лукашенко. Вся его биография, там, что где-то не сходится. Одно число 30 на 31. С сыном он хотел. Какая-то детская игра, там, насчет дня рождения. И на это внимание удивляют. И, может быть, специально отвлечь внимание. Вот сказали, психически нормальный. А кто сказал, тот уехал в Америку. Ну, сказал и сказал. Так, ну, что ж теперь ставить-то? Пятый срок. Ну, вот только монархи дольше его. Он хороший. Батька его зовут. У меня один вопрос. На первое место бы я ему поставил. Хотя у меня есть от него благодарность. Я книги ему подарил, когда ездили. Как он сумел избавиться от другой национальности. Там, с юга приезжие работают. Ни одного это нигде не видели. Ни одного. Везде работают свои, со славянской внешностью. Говорят, что кто-то там заметил, что-то они делали не так. И он дал указание в 24 часа страну освободить от них. Ну, вот интересно это. Нигде я такого больше не видел. Батька зовут его. Ну, отношения, в общем-то, неплохие были. Войти как бы в состав России, чтобы заодно было отношения с Казахстаном, с Киргизией. И, ну, руководитель. А был коммунистом. Это очень удивительно. И партию переименовал, и Майдан избавился. Благослови его Господи. Мы о нем молимся каждый день. И за Линского Владимира на Украине молимся. За Порошенко Петра молились. Это у нас указание от Бога. Молиться за старей, за начальствующих. Ну, выполняем это. Как уж молитву Бог примет. В этот день, в субботу, приехал батюшка, отец Аким. В 26-е, а он уехал 27-го, видно. Месяц не было. Как раз месяц. Завтра, если Бог даст зажить, Бог угодно будет. Он расскажет, где он был, что видел. Будет в собрании, не события дня. Как-то без него у нас богослужение-то короче было. В два раза с лишним. А сегодня, ну, тоже. Короче старообрядческая. Никто ничего не понимает. Ну, там где-то отдельные моменты подхватывает. Так у нас считается проповедь Златоуста, а две за богослужение. Немного. Все библейское считается на русском. Все по Риме. Евангелие, апостолы, псалтырь. По-русски. И благословен Господь. Все, у нас погода дождик моросит. У дробов надо было уголь привезти, надо сухую погоду. Ну, такое дело. Подождать надо. Решаем. Богу слава за все.